Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня мы рассмотрим 11 главу. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Десятая глава заканчивалась поучениями о придворном этикете и отношениях слабого к сильному. Да, мы помним, «даже и в мыслях твоих не злословь царя». Здесь же даются обратные наставления. Сильный и богатый получаются быть щедрыми к своим оказавшимся в беде ближним. Глава преимущественно посвящена милосердию. В советской мультипликации эта мысль была озвучена как «делай добро и бросай его в море, добром тебе вернется». Это прямая аналогия словом «отпускай хлеб твой по водам». То есть благотворя, отдавая, ты и не надеешься получить обратно. Ведь река, в общем-то, течет лишь в одну сторону. Соответственно, течение жизни не принесет тебе его обратно. Вот обычная логика. Расставаясь с пожертвованным, ты расстаешься с ним навсегда. Но старый вопрос «Мой трон», то есть что пользы, не оставляет автора и здесь. Он все-таки укажет и на прагматическую сторону процесса. «Расставаясь с пожертвованным, расставайся, но в глубине сердца знай, что по прошествии многих дней ты опять найдешь его». Праведный Господь знает, где и как воздать благом за благо. В Новом Завете такого расчета мы уже не встретим. Там Христос скажет «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получать обратно столько же». Давай семи, то есть ежедневно твори дела милосердия. И даже восьми, то есть превозмоги, еще увеличь эту меру. Семь или восемь – стих по смыслу параллельны притче Христа о неправедном домоуправителе, который приобретал себе друзей богатством неправедным, то есть прощал им долги, которые они имели не перед ним лично, а перед его господином. Так же и здесь. Давай милостыню от тех богатств и щедрот, которыми Бог благословил тебя, потому что может настать день, когда в нужде окажешься ты, а в благоденстве и те, к кому ты был милостив, и они воздадут тебе добром за добро. Как дерево, однажды упав в определенную сторону, более не колеблется и остается лежать в том же направлении, так и милостыня, однажды связав нитью благодеяния двух людей, не порвется и при изменившихся обстоятельствах. Эту связь с особой силой, но в совершенно другом контексте, подчеркнет апостол Павел, говоря о искуплении совершенным Христом. Приводя в пример отличие логики человеческой от мысли Бога, апостол в послании к римлянам скажет «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это пятая глава послания к римлянам. То есть с точки зрения Павла в человеческих отношениях может быть и столь высокая форма благодарности за благодеяние. Христианские отцы обращают внимание на соотнесенность чисел 7 и 8, говоря о 7, как о хождении путем Ветхого Завета, седьмой день которого был свят, суббота, а о 8, как о хождении путем Нового Завета, центр которого – благовестие о Христе, воскресшем в следующий за субботу и день, в восьмой день. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь пути ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь важное замечание о жизни как таковой, равноприменимое как к повседневным заботам, так и к духовным практикам. Древние не знали термина «прокрастинация», в психологии обозначающего склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел. Явление, в общем-то, приводящее к жизненным проблемам и вполне себе болезненным психологическим эффектам. Но они прекрасно знали такого рода сами проблемы. Знакомы они, собственно, и нам. Неуверенность в результате, страх неудачи, болезненное самокопание и банальная лень водят нас вокруг проблемы, не давая к ней прикоснуться и что-то конкретное начать делать. Ответ дан древним экклезиастам. Ты не можешь контролировать все на свете, то есть не знаешь пути ветра. Ты не можешь подложить соломку под все гипотетические места для падения, ты не бог, прими это. Смири болезненный перфекционизм и просто сделай, приложив возможные усилия. Где-то да взойдет. Эту же идею подчеркнет и Христос в одной из притч о Царстве Божьем, где он скажет, «Царство Божие подобно к тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя восходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва». В бытовом смысле это идея про то, что невозможно все проконтролировать, да и не нужно, сделай возможное. В этом же смысле, кстати, она говорит и о делах духовных. Мы ведь часто живем во внутреннем сокрушении, балансируя на грани уныния от того, что, как нам кажется, не видим плодов в своей христианской жизни. Годы идут, список грехов не меняется. «Так ли и туда ли я иду?» задается в конце концов вопросом человека. Это происходит в том числе от четкого внутреннего желания понятности и измеримости, контроля над ситуацией. Но в данной сфере этого контроля просто нет. Сокровенный сердце человек не зрим нашими очами, но видим Богом. Поэтому и скажет апостол Павел, «Я и сам не сужу о себе, судья же мне Господь». Не перфекционизма ищет Бог, а деятельной святости. Если бы земледелец из притчи Христовой не доверял Богу и постоянно пытался бы разрыть и посмотреть, как там всходят его семена, урожая бы просто не было. Если мы все силы души тратим на самокопание, считая себя недостойными делателями для каких-то высоких и благих дел, то получим ли мы хоть когда-нибудь плод? Для нас и звучит совет экклезиаста. Утром сей семя твое, вечером не давай вдоха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачней, а может быть, оба будут равно хороши. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушай от сердца твоей радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета. Мы подходим к заключительным тезисам книги. Перед этим нам еще раз озвучиваются регулярные наставления автора о сладости жизни, о возможности видеть солнце и о днях темных, по мнению иудейских комментаторов, обозначающих собственные дни смерти. Единственная возможная радость для автора – это полнота жизни, отсюда гимн юности. Но есть одно но. Веселись, вкушай с радостью, ходи путями сердца, но знай о суде. Юность в этом фрагменте описана как личный Эдем, как райский сад, где среди плодов есть и запретный. «Люби Бога и делай, что хочешь», говорит об этом блаженный Августин. В некотором смысле это парафраз на Соломоновы слова. И цветение юности может быть ярким и при этом небуйным. Память суда или любви Божьей, какая для кого сильнее, способны как подпорки удержать молодое дерево от болезненного искривления ствола или уж тем более от слома под тяжестью, налитых жизнью ветвей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова